Как-то раз группа соподвижников передает, что в один из дней Посланник Всевышний, алейхиссарасалам, вышел к людям, вышел к соподвижникам и увидел, что они спорят между собой касательно религиозных вопросов. Посланник Всевышний услышал то, что сахабы спорят. Выйдя к ним, увидел то, что сахабы спорят касательно тех или иных религиозных вопросов. Религиозных вопросов. И сахабы, группа сахабов передает данную историю. Пророк так сильно разгневался, как ранее он никогда не гневался. Посланник Всевышний, увидев вот этот спор, так сильно разгневался, как ранее он никогда не гневался. И он окрикнул нас со словами. Я уммата Мухаммад, иннама халяки ман кяна кабляку «О умма Мухаммада, остановитесь, о умма Мухаммада, остановитесь! Воистину, кто был до вас, были погублены именно по причине вот этих вот споров, воистину те, кто были до вас, были погублены, были погублены по причине того, во что вы сейчас вступили, вот это состояние спора и попытки доказать, кто из вас прав. «Оставьте спор, в нем очень мало блага». Это хадис, все слова Посланника Всевышнего, а Алиса Асам продолжаются. «Поистине, оставьте спор». Дальше Посланник Всевышнего продолжает, не буду на арабском цитировать, на русском. «Оставьте спор». Посланник Всевышнего обращается в самом начале, я уммата Мухаммад и подчеркивает. «Оставьте спор. Кто был до вас, были погублены именно из-за этого». «Оставьте спор». Поистине, в нем, в этом споре очень мало блага. «Оставьте спор». Посланник Всевышнего постоянно повторяет. «Оставьте спор». Поистине, верующие не спорят. В этом хадисе говорится. «Поистине, верующий человек, он не спорит». «Оставьте спор». «Поистине, тот, кто спорит, несет большие потери». «Достаточно греха, если человек будет продолжать спорить». «Оставьте спор». «Поистине, я не заступлюсь в день суда за спорящего». Хадисе говорится. «Оставьте спор. За того, кто спорит, за этого человека я не заступлюсь». А этот спор, еще раз повторюсь, он был между людьми по причине религиозного опроса. Даже человек, если бы якобы защищает религию Аллаха, но вступает в спор, даже этот человек подпадает под эту категорию. «Не спорьте». «Поистине, я за спорящего заступаться в день суда не буду». «Оставьте спор». «Поистине, тому, кто его оставит, я гарантирую три дома в раю, на окраине, посередине и наверху. Оставьте спор». «Поистине, то, что запретил Господь после поклонений идолам, это спор». Последнее, что послание Всевышнего произнес. «Поистине, после того, как Всевышний Аллах запретил поклонений идолам, после этого Всевышний Аллах запретил, запретил «аль-мира валь-джадаль». Спор. Спор. Иншаллах, чтобы мы услышали эти назидания. Иншаллах, чтобы услышали не только те, которые находятся в мечети, а те люди, которым присуще вот это вот желание побольше поспорить. Чтобы мы постарались услышать и первый хадис, в котором призыв к тому, чтобы «Ла тахкранна миналь ма'руфи шея ничем из благого, не пренебрегай, чтобы мы были теми, кто несет пользу и себе, и другим, и стараясь как можно больше благого и хорошего успеть сделать в этой жизни». Субтитры создавал DimaTorzok